Всем привет! С вами Краткая История, и сегодня мы поговорим об одном из самых известных царей в истории России, чье слово жестокого правителя затмило его положительные качества. А пока мы не раскрыли все секреты кровавого тирана или выдающегося реформатора, подпишитесь на наш канал! А теперь встречайте! Четвертая версия Иоанна у власти Руси, он же Иван Васильевич Грозный. Поэтому присаживайтесь поудобнее, мы начинаем! 25 августа 1530 года в семье государя всей Руси Василия Третьего и его второй жены Елены Глинской родился будущий Иван Четвертый. Ох уж эта любовь к числительным! Через три года князь Василий умер, и претендентами на трон стали его младшие братья и, кто бы вы думали, Иван. Но еще при жизни Василий Третий назначил опекунов, регентов, задачей которых было опекать молодого царя до его 15-летия. Таким образом, власть была сосредоточена в руках семерых бояр. В состав Русского Братства Кольца вошли младший брат Василия Третьего князь Андрей Старицкий, Михаил Львович Глинский, дядя Елены Глинской, братья Василий и Иван Шуйские, Михаил Захариин, Михаил Тучков и Михаил Воронцов. Спустя восемь дней после смерти прежнего царя старорусские депутаты отправили в тюрьму одного из претендентов на трон – младшего брата Василия Третьего Юрия, князя Дмитриевского, где он и умер. Но недолго бояре радовались. В погоне за властью члены Совета всеми способами уничтожали друг друга. В итоге управление страной взяла в свои руки мать Ивана – Елена Глинская, которая отодвинула в тень остатки великолепной семерки. Елена успела закончить русско-литовскую войну и провести денежную реформу. Но 4 апреля 1538 года она умерла. По одной из версий, ее отравили представители рода шуйских. Так началось правление шуйских, а подросший Иван, еще не грозный, но сердитый, оставался лишь номинальным правителем. Впрочем, он все равно пытался влиять на бояр, делая перестановки и назначения в составе опекунского совета. В августе 45-го Ивану исполнилось 15 лет. По существовавшим тогда законам он уже считался совершеннолетним, а значит, стал полноправным правителем земли русской. 16 января в Успенском соборе Московского Кремля состоялось венчание Ивана IV на царство государства российского. Титул царя поставил Ивана на одну ступень с императором или ханом в монархической иерархии. Этот факт в 1555 году признали Англия, Испания, Дания и Флорентийская республика. Признание Ивана Васильевича как царя всея Руси имело для него большое значение, хотя еще сильнее его задело отсутствие признания со стороны, например, литовского князя. Последний был слишком недоволен отторжением территорий, где проживали русины, от Польши и Литвы. Папский престол тоже не особо спешил кого-то там признавать, поскольку в Ватикане считали, что титулы могут раздавать только они. С этого же года начались и казанские походы. Всего Грозный возглавил три военных выступления, и последнее увенчалось взятием родины Чак-Чака в 1952 году. Спасибо, Иван, нам очень вкусно! После этого Иван Грозный, который уже вдоволь насмотрелся на правление Бояр, решил собрать вокруг себя людей, которым доверял, и с их помощью привести Русь к объединению и увеличению. Таким образом появилась избранная Рада – орган власти при царе, фактически занимавшийся управлением страной. В Братство Кольца 2.0 вошли Алексей Адашев, митрополит Макарий, князь Андрей Курбский и протопоп Сильвестр. Воу, там другой! Ему он был рад! И вот древнерусская бригада во главе с Ваней Грозным начала заниматься реформами, где первоначальной задачей было объединение Руси с помощью Первого Земского собора. На нем царь обратился к правителям земель русских. Именно при Грозном приземских соборах начали обсуждать грядущие реформы. Также на собрания стали пускать представителей не только боярских семей, но и менее знатных сословий. Среди главных реформ Ивана Грозного можно отметить следующее. Правовая реформа, 1550 год. Военная реформа в 1550 и 1556 годах. Реформа местного управления, начало 50-х. Церковная реформа, 1551 год. Не забывал грозные провоенные походы в Астраханское ханство, ведя войну со Швецией. А в январе 58 года Иван IV начал Ливонскую войну за владение побережью Балтийского моря, при этом покончив с Крымским ханством. К 31 августа 1559 года магистр Ливонского ордена понес достаточно поражений от русской армии, чтобы заключить договор с королем Польши Литвы Сигизмундом 2 августом о вступлении Ливонии под протекторат Литвы. После этого ливонцы получили от литовцев военную помощь, что придало войне некую пикантность. Хочешь больше узнать о завоевательных походах? Посмотри это видео! К 60-му году 16 века отношения между Иваном IV и избранной радой накалились. Историки предполагают две версии того, почему это произошло. Согласно первой у Грозновой, рады возникли разногласия в вопросах внешней и внутренней политики страны. По второй причиной стала борьба за власть между боярами и, как следствие, отравление жены царя-царицы Анастасии. Как бы то ни было, в итоге рада была распущена. Иван Грозный, несмотря на это, продолжал завоевательные походы. В феврале 1563-го был взят Полоцк, а через год русская армия двинулась в сторону Минска. Однако попала в засаду и была разбита. Иван Грозный недолго искал виновных и казнил за предательство воевод, героев взятия Полоцка. Занятно, что Грозным Ивана называли не только из-за жестоких расправ над своим окружением, но и из-за страха врагов перед ним. Стоит отметить, что многие жуткие вещи, приписываемые Ивану IV, не имеют подтверждения. Многие, но не те, что творились во времена опричнины, которая была своего рода карательным органом власти. Их руками царь отбирал земли и имущество земских бояр, который зачастую опричникам же и передавал. Ливонский конфликт и не думал заканчиваться. Более того, в 1569-м Польша и Литовское княжества объединяются в конфедерацию Речь Посполитая. Но Иван IV сделал ход конем и подписал с королем Сигизмундом перемирие, провозгласив Ливонию королевством и даровав ей свободу. А когда Сигизмунд II умер, Грозный принял участие в выборах нового короля Речи Посполитой. Правда, эта красивая попытка занять опустевший трон не увенчалась успехом. В 1571 году на Русь напал крымский хан Давлет Гирей, а Причнина к такому повороту была не готова. Это ведь не мирных граждан обирать. В итоге была сожжена Москва, и уже в следующем году Грозный не стал продлевать бесполезный тариф Апричнина и упразднил ее, как следует сопроводив это казнями верхушки бояр. В это же время началось второе нашествие крымского хана. Так сильно Крым еще никогда не стремился в состав России. Война закончилась разгромом крымско-турецкого войска в 1572 году, но царь решил, что крови было недостаточно, и продолжал казни бывших опричников, уничтожая их вместе с семьями. Хочешь больше узнать о смутных временах эпохи Ивана Грозного? Посмотри это видео! В 1575 году Грозный совершил поступок, который современникам и историкам кажется признаком сумасшествия. Вместо себя на престоле он оставил крашеного татарина Симеона Бекбулатовича, который отобрал грамоты и жалования и епархий и монастырей. После чего Иван IV вернулся и вновь занял престол, как царь-батюшка, сделав угодное ему дело руками Симеона. В последующие годы Грозный успешно отражал нападки, как военные, так и дипломатические. Но вот с чем он не мог воевать, это со своим буйным характером. В последние годы своего правления Грозный стал настоящим параноиком, который везде видел заговоры. Результатом стали постоянные репрессии. В 1581 году его тяжелый нрав и не менее тяжелый посох даже сделали его убийцей собственного сына. А спустя три года смерть пришла и за самим Иваном IV. После продолжительной болезни в 1584 году царь Иван Васильевич Грозный умер. Тиран, детоубийца, реформатор, завоеватель, дипломат и, без сомнения, великий правитель Иван Грозный до сих пор остается одной из самых загадочных и противоречивых фигур российской истории. Напиши в комментариях, кем считаешь Ивана Грозного ты. Поделись своими темами для следующих выпусков. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. С вами, как всегда, была Краткая история. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»